всем привет вы на канале как китайцы включился меня зовут руслан сегодня у нас небольшая распаковка и небольшой краткий обзор данного аппарата это у нас huawei psmart z моделька 2019 года выпуска давайте приступим начнем с распаковки телефон у нас бюджетного сегмента стоит он мне 13000 рублей сейчас он стоит на 1000 дешевле то есть 12000 рублей и сразу же коробка нас встречает всей своей бюджетностью телефон в коробке вот так вот брякает телефоном я уже некоторое время попользовался давайте начнем в коробке встречает сам аппарат цвет у нас изумруд вот такой вот он с красивый цвет переливается конечно же не хонор и хотя huawei изумруд здесь у нас наклейка задней крышки и снял далее у нас будут мануалы и комплекте идет пленка на экране защитной пленки нету эта пленка не стекло и смысл ее вложить я не знаю ее можно было в принципе наклеить завода но huawei решили сэкономить здесь у нас коробки ничего нету есть книжка скрепка книжка короче ничего интересного тоже нам это не надо далее в коробке встречает гарнитура на три с половиной миллиметра обычная гарнитура напоминает она мне гарнитуру тайфон 4 и формой и кабелем шлак далее у нас есть конечно же блаток зарядки вот такая вилка у нас здесь сейчас посмотрим сам уже не помню 5 вольт 2 ампера ничего интересного и конечно же кабель для зарядки это у нас юсби юсби си как вы наверное заметили в комплекте у нас нету чехла и нету у нас стекла есть пленка которая нам абсолютно не нужна так что будьте готовы докупить сразу же чехол и защитное стекло специальная с рамкой и с вырезом под датчик ссылки на стекло и на чехол я оставлю в описании под этим видео перейдем к своему аппарату начнем с внешнего вида нас встречает дисплей 6,59 дюйма разрешение 2 340 на 1080 это full hd здесь у нас IPS дисплей ничего сверхестественного без рамочный рамок у нас почти нету пойдем дальше с левой стороны у нас ничего нету с нижней стороны у нас джек 3 и 5 разъем type-c микрофон и монодинамик с правой стороны у нас качелька громкости кнопка включения сверху у нас лоток под сим-карту второй микрофон и камера задней панели у нас логотип huawei сканер от 5 пальца вспышка и сдвоенный модуль камеры под сим-карту на раз представляет собой сдвоенный сим лоток либо две сим либо сим флеш это очень большой минус так как памяти в этом телефоне грубо говоря маловато в наше время и это единственная версия которая продается у нас в россии включает android 9.0 процессор у нас kirin 710f восьмиядерный 4 ядра по 1.7 и 4 ядра по 2.2 видеоускрытель mali g51 4 гигабайта оперативной памяти и 64 встроенной как я уже сказал это единственная версия и конечно хотелось бы памяти побольше но увы только карта памяти поможет в этом случае кстати о карте памяти карту памяти он поддерживает micro sd до 512 гигабайт датчиком или фоне у нас имеется гироскоп датчик приближения отдаления где-то вот здесь находится также есть датчик освещенности внизу компас и акселерометр компас у нас цифровой давайте по камерам пойдем сразу же не отвлекаясь у нас сдвоенный модуль камеры сзади это у нас 16 мегапикселей и плюс 2 мегапикселя у нас вспомогательная камера фронталка у нас же это полноценные 16 и находится она у нас вот здесь такие деньги что-то ждать от камеры не стоит снимки с камеры в нормальном освещении в дневное время я прикрепляю вот они пожалуйста у нас имеется конечно же автофокус и съемка видео в full hd full hd у нас 30 кадров в секунду но телефон сам рекомендует выставиться в hd так как full hd пишет он честно говоря не очень даже прикреплять не буду потому что качество вообще вообще никуда не годится так что full hd у нас чисто для надписи о беспроводных сетях телефон у нас естественно поддерживает сети 4g 5g у нас в стране не пахнет еще не скоро ну и 5g но в принципе пока не нужно тем более ценник телефона напоминает 12000 рублей у нас bluetooth 4.2 у нас есть nfc модуль у нас есть оплата google pay глонас gps и тому подобное все также заявляется что у нас есть быстрая зарядка производителя хотя в комплекте лежит 2 амперный зарядник и 3 амперный кабель умлят у нас 4000 миллиампер этого вполне хватает для полного дня такой не сильно нагруженной работы вечером он конечно же высадится и приходится его заряжать но если его грузить смотреть на нем видео играть он конечно же даже полдня не продерживается так как процесс у нас не энергоэффективный очень сильно вас ждет энергию и телефон у нас очень очень быстро садится дело давайте посмотрим телефон у нас напоминаю из коробки имеет android 9 через некоторое время телефон у нас благополучно обновился теперь у нас android 10 android 10 особых изменений я не увидел и вообще как бы я думаю на девятом работала даже лучше из того что я заметил телефон бывает подвисает это у нас из-за процессора из-за его бывают такие микролаги сейчас пройдем в игры и посмотрим там простого это у нас sonic все довольно гладко ну sonic в принципе он на калькуляторе пойдет так что чему-то удивляться не стоит кстати у нас мультитач по моему пять касаний хотя это лучше проверить sonic идет прекрасно ничего не подвисает не подтормаживает пойдем дальше следующий асфальт асфальт 9 стандартные настройки график ничего не менял и как вы видели телефон маленько подвисает играть конечно же можно но уже не комфортно кстати забыл сказать про звук звука у нас хватает звук довольно приятный хватает и высоких и низких так что динамик вполне такой достойный но жалко что моно давайте дальше следующий раз папш там будет уже интереснее у нас папш папша честно говоря не играю настройки все дефолтные и в принципе оттормаживание незаметно но есть какие-то микрофрезы такие некомфортные для игры может быть еще локация такая что людей не особо много поэтому не тормозит но папш я увы не играю так просто для теста сейчас все пойдет все по синтетике подведем итоги и на этом закончим touch я вас маленько обманул мультитач у нас здесь 10 касаний может быть даже больше но пальцев у меня только 10 увы перейдем сразу же во еду посмотрим по системе у нас huawei почему-то хонор 9x global письма z видимо один тоже телефон одна и та же плата 9 из так huawei модель kirin 710 как я говорил все правильно оперативная 4 всему памяти т т т т т т доступно встроенная функции тут ничего интересного тут нас не обманули вас хорошо процессор так по ядрам сейчас кстати запущен у вас по пабш нет вообще не запущен ну процессор что-то пытается грузить очень интересно что у нас тут еще сеть батарея android устройство давайте посмотрим android до android 10 0 вот такая информация подведем итоги плюсы это конечно цена цена у нас очень такая вкусная всего лишь 12 тысяч рублей на момент записи этого видео я думаю она еще больше будет где-то до 10 тысяч тогда будет прям супер также плюсы этого с 4 гигабайта оперативной памяти такой полу плюс это у нас 64 встроенной памяти хотелось бы больше поддержка бесконтактных платежей bluetooth это все понятно стандартная 4g уже без него никуда минусы 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 это наш корпус вот это все пластиковое и оно слышно как оно пустое внутри ну опять же это бюджетный аппарат еще один минус это вот это вот пленочка могли бы уже раскошелиться и положить стекло вот ее при всем желании ровно не наклеить никак получится с пузырями также минус лучше вместо этой гарнитуры положили бы чехол тот же самый вот такой же копеечный за 40 рублей гарнитура я даже не распаковывал не слушал но я думаю слушать там просто нечего поэтому она в коробочке так и просидит дай бог я его когда-нибудь продам и вместе с гарнитурой я отдам так что вот такие минусы в целом аппарат хороший очень хороший мне он нравится свои деньги он отрабатывает и я думаю он поработает у меня какое-то время потом мы его сбаглим вам спасибо за просмотр если понравилось это видео ставьте большие пальцы вверх не понравилось ставьте вниз я не обижусь подписывайтесь на канал в комментарии идем в комментарии и кстати в описании под видео ссылочки на чехол стекло и если получится на сам телефон найду положу тоже ссылку мало ли кто посмотрит может быть цена будет вкусная закажет всем пока 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 если то пока пока Субтитры сделал DimaTorzok